всем привет магазин анбеакс на алиэкспресс прислал мне камеру для видеообзора сказал что обновленная по коробке видно что обновленная камера с приложением айси си модель камеры 8 мегапиксельный вариант питание 12 вольт 2 ампера европейская вилка видно что коробка уже новая были я сишные камеры в зеленой упаковке сейчас вот такая вот обновленная что еще обновленного может быть кстати камера с двумя объективами и на одном из прошлых видео недавнишним делал я вам камеру обзор камеры с двумя объективами айси си икс и май камера переходите смотрите и это вроде бы как ее обновленный вариант инструкция стандартная инструкция для всех айси си камер подключения одной из простейших шаблон для разметки подкрепления на стену камеры карта памяти может быть если вы закажете может и не быть камера может работать без карт памяти может работать с вашим с вашей картой памяти которую вы установите ну кстати кармин карты памяти неплохие 10 класс и скорость у3 чтение на 32 я заказал он не положил все также крепление муфта на rj-45 кому нужно видео по монтажу муфты на герметичной на отвод кабеля rj-45 есть у меня видео отдельное специальное на канале что вас интересует оставляйте комментарии спрашивайте ссылки захожу каждый каждое утро захожу читаю все ваши комментарии до единого не игнорирую ни один комментарий поэтому спрашивайте по возможности подсказываю сама камера и блок питания так блоки питания и какой-то жук наверное китайский будем исследовать его дальше сделаю обзор если нужно перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал на котором мы будем показывать свою жизнь чем мы занимаемся во время отдыха где ездим где путешествуем где живем все вам будем показывать поэтому канал так и назвали покажем все блоки питания начали уже комплектовать вот такие но это не из дешевых вариантов это нормальный блок питания которые работают качественно 12 вольт 2 ампера очень радует что такой вот блок уже питание идет раньше были потом они начали более дешевые комплектовать наклейки начали клеить на сисишные камеры вот первая камера и наклейка идет с qr-кодом ее айди номера давно я не встречал именно на и сисишных камерах наклейки с qr-кодом вот сама камера по морде немного вижу я отличие от прошлой у прошлой немного морда была другая корпус кронштейн наверно немного другой навесы идут вот такие вот для крепления в общем-то две антенны камера такая увесистая по сравнению с бюджетными такими так такого типа камерами камера увесистая все также слот под карту памяти и кнопка сброса к заводским установкам под резиновой заглушкой все также камера вай фай все также камера может работать и по кабелю если вы ее подключите по кабелю разъем питания кнопка сброса здесь все также камера имеет микрофон встроенный все также камера имеет встроенный динамик три ночных режима также камера имеет на борту у нее установлены по видимому двойного назначения 8 лет и к светодиодов и два объектива широкоугольный объектив и дальнобойный объектив посмотрим дальше наверное 2 и 8 миллиметров и 8 миллиметров два объектива установлены в прошлом видео я показывал новый алгоритм работы камер с двумя объективами давно еще наверное несколько лет назад делал я одна одни из первых пошли камеры двумя объективами там не очень нравился мне алгоритм их работы эти камеры уже работают достойно очень таки классно заходите на прошлое видео первой камеры кому интересно не будем долго мять сиськи устанавливаю карту памяти в слот и подключаю камеру в приложение перед подключением карта памяти стоит разъем питания от блока питания в разъем питания герметично здесь все соблюдено и блок питания в розетку зеленый индикатор говорящий о нормальной работе блока питания ждем загрузки камеры кто первый раз устанавливаем приложение на смартфоне айсиси айсиси про айсиси про айсиси на одной платформе поэтому смотрите кому какое приложение нравится айсиси или же с про динамик бомба вский стоит очень мощный прямо-таки прилично мощный айсиси про захожу попробуем добавить на айсиси про список устройств в вашем приложении если есть какие-то устройства если нету будет просто белый лист жмем плюс все по стандарту камеру кстати можно подключать и по кабелю если вы ее по кабелю подключите свободный разъем роутера домашнего то она уже будет ваш домашней сети и можно будет развернуть и искать по добавить полон показывал я вам видео отдельная по всем способам подключения вот данных камерой сиси икс и май просите ссылку дам видео кому интересно буду настраивать по вай фай потому что многие покупают из-за этого камеру из-за того что вай фай последующем можно ее будет переключить на кабель слышал следующий шаг ну вот есть вариант смотрите сейчас если не получится нужно будет сбросить камеру к заводским установкам потому что она возможно не сброшено ничего она больше не при не просит роутер выбираю которому хочу подключить и пароль вай фай а роутера жму подтвердить здесь у нас наверное этот способ уже не проходит вызываю qr-код инструкция есть на каком расстоянии держать как показывать камере жму окей показываю камере qr-код камера молчит как партизан скорее всего тот случай когда она не сброшена к заводским установкам отменил процедуру беру камеру за ее морду поворачиваю добираюсь до кнопки сброса зажимаю кнопку и удерживаю секунд 10 до щелчка и держим сказала что сброшено сброшены настройки к заводским и не выключайте питание ни в коем случае ждем перезагрузки камеры опять будет тестовый режим поворотного устройства калибровка и по идее пойдет запрос на подключение камеры в домашнюю сеть в этом случае открываю приложение айсиси без про прошлую камеру кажется я также то тоже и подключал именно через айсиси тот же самый список устройств все те камеры которые на айсиси про просто другой интерфейс веб-интерфейс немного по-другому добавляю камеру опять же по вай фай слышали голосовое сопровождение клик окей подтвердить опять же показываю qr-код камере вот эти слова должна была сказать камера после считывания qr-кода может я мало придержал все сказала что готова теперь серийный номер и просит новый пароль новый пароль ввести доступа камере которые вы должны запомнить по вашим просьбам создал группу чат в телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения переходите присоединяйтесь приложение требует сложный пароль ввести ну можно всегда его заменить выбираем что хотим местоположение камеры например гараж можно самому прописать спрашивает какую запись или нормальную или по движению именно на карту памяти можно зайти и потом все это поменять в настройках следующий шаг уведомление приходить на смартфон или нет по тревоге основной такой запрос камера у нас в онлайне камера гараж онлайн заходим все готово пробуйте приложение разные теперь когда камера добавлена у меня войсите также она уже будет списке устройств приложения айси си про и также в списке устройств в приложении икс и май если у меня есть аккаунт эти все приложения на одной платформе ну и вот вот то что прикольно когда камера вот ее работа именно ее алгоритм работы плавно и плавный переход с объектива на объектив и тут у нас еще картинка в картинке появляется хоть зумирование и цифровое но здесь доведено до отличного качества это все можно закрыть можно открыть картинку в картинке то есть это тот объектив показан широкоугольный объектив и и узкоугольный но дальнобойный и очень качественная картинка кстати в hd качестве на широкий экран кстати еще вот такой цифровой зум работает ну именно камера могу посоветовать тем кому нужны бюджетный вариант ну вот с высоты с пятого этажа например вам подойдет сто процентов увеличили таким вот способом потом еще плюс приблизили но тут понятно уже потеря будет идти сумасшедшая но все равно сейчас выношу камеру на улицу тестируем ее на улице пока основные моменты звук раз два три четыре звук отличный качественный сейчас микрофон и ставят динамики вообще супер значок вайфая и качество сигнала работает четко камера поворотная немаловажно вызываем джойстик поворачиваем вниз вверх все работает отлично но могут быть и круиз можно поставить камеру можно пресеты зафиксировать пресеты точки заданные и камера будет по этим точкам работать или с вашей команды или же по круизу три ночных режима также есть время освещения что у нас здесь еще определение силуэта человека имеется в прошлой камере не помню было оно или нет здесь камера может писать по силуэту человека также можно показывать следы человека также можно кордон задавать пересечение линии туда человек пошел камера присылает вам уведомление туда нет линию можно менять как хотите так тут можно и ставить не забываем сохранять после настроек и область можете вообще кусочек поставить где камера будет работать по тревоге или же вся картинка очень классно жмем сохранить вот видите раз и сохранили по настройкам все тоже самое шестеренка заходим основные настройки можно тон выключить чтобы камера при перезагрузке не звучали голосовые команды скорость поворота можете также поставить быстро если нужно стоит в среднем изначально управление памятью карта памяти отформатировать карту все то же самое настройки записи включите режим видео по умолчанию выключен и сохраняем качество можете поставить аудиозапись можете звук включить выключить чтоб не писался или писался на карту памяти smart alarm опять же включена и настройки advances силуэт человека и чувствительность можно ставить по времени определение силуэта человека ночью например не нужно выключаете по графику будет работать камера настройки сети можно в режим об точки доступа перевести камеру напрямую со смартфона зайти по вай фай на камеру все то же самое делать что есть приложение вот сейчас я делаю но в домашней сети это будет удаленно то есть напрямую по вай фай если у вас нет возможности другой например или же выбрать роутер какой который нужно подключить камеру к роутеру хоть уличные 4g роутер например или карманный будет вещать в интернет камеру вы можете также к нему подключить также жмем сохранить для настроена облачное хранилище облака зайдите ознакомьтесь 30 дней бесплатно потом смотрите уже тарифы есть дополнительные настройки что-то пусто для этой камеры и об устройстве понятно об устройстве серийный номер с qr-кодом версия устройства версия прошивки синхронизировать и дату и время вот чё сюда стоит зайти отсинхронизировать если если вдруг не ваша дата и не ваше время вот есть синхронизация прошла прошивка устройства если будет новое обновление будет именно здесь пока ничего нету восстановить заводские настройки не нажимая кнопки и перезагрузить устройство кексимаевскому видеорегистратору камера прицепилась вообще без проблем по стандарту заходишь в домашней сети находит камеру свободно камера полностью совместима с иксимаевским видеорегистратором потому что это устройство одного производителя картинка очень таки качественная вам скажу вот работает определение силуэта человека вы видели определила велосипедиста включив 2 определила такой треугольничек показывает ну но он по-новому не выделяет полностью человека прямоугольником а вот такой треугольничек галочка и вот запись идет по человеку на жесткий диск видеорегистратора соответственно и на карту памяти также идет запись установленную в камере с видеорегистратора опять же невозможно сделать смену объектива то есть зумирование нету никакой возможности повороты все работает скорость кстати очень классная вот я поставил на самую большую на быстрый вариант очень классно супер лево-право перепутано но по стандарту узко кстати напишите в комментариях скорее всего это из-за прошивки видеорегистратора вот у меня давно не обновлялась картинка отличная посмотрите все цвета и небо голубое трава зеленая все как положено характеристики камеры из настроек видеорегистратора все это можно посмотреть в программе cms в веб-интерфейсе камеры в домашней сети вводите ее айпи адрес в поисковую строку браузера интернет-эксплорер открывается ваша камера можете вы ее поворачивать ей управлять чисто в домашней сети удаленно все это делаете через программу cms на компьютере обзор программы я делал как добавлять камеры все показывал 16 канал формат сжатия можете сами видеть аж 265 отличный формат сжатия 4 мегапиксельное разрешение почему характеризует ее продавец как 8 мегапиксельный вариант камеры ну вот они 4 мегапикселя одна матрица 4 мегапиксельная другая при плюсовали и получилось у них 8 мегапикселей по факту здесь 4 мегапикселя и смотрите число кадров 25 по умолчанию стоит 12 если вдруг вас не устраивает 12 вы можете сменить или с видеорегистратора зайти вот как я сделал если без регистратора то можете в веб-интерфейсе зайти камеру в cms поменять количество кадров 25 при 4 мегапикселях видеозвук в двух потоках также можете внешний поток регулировать субпоток по тревоги смотрим это также вы можете тревожные настройки зайти в cms или веб-интерфейс камеры или программа в мс есть но это мне помню кажется таких настроек глубоких нет тестовые люди именно по силуэт у человека стоит выключаю силуэт человека остается все движение листья двигаются машины ездят птицы пролетели будет вам присылать уведомления и писать если тестовые люди силуэт человека то будет писать чисто по силуэту человека проходящему мимо или подходящему камере машина проехала видите запись не идет но можно и как сказал снять человека и будет писать по любому поводу но и кстати опять же не забудьте что можно выделять чисто дорогу например или чисто ворота и вот тут человек подошел и только потом камера вас тревожит включает запись присылает вам уведомления удаленно где бы вы не находились со смартфоном в приложении о том что человек подошел к воротам если всю область поставили то человека она будет определять ну по мере доступности на небольшое расстояние войси си приходят уведомления вот по силуэту человека со звуком как положено не пропустите заходим и смотрим что у нас там сразу перекидывает на тревожные и вот человек идет видите вы вон там человек идет галочка показано что вот на него камера сработала хоть и машина едет но сработала на человека и довольно таки приличное расстояние срабатывания и здесь все уведомления на вместе с фото если более нужно вам подробно заходите на карточку видео вот велосипедисты все здесь есть переходим в онлайн облака запрашивает нужно или нет можете больше не спрашивать а можете потом зайти в облако ну и увеличение кстати очень качественно вот номера можно читать я вам скажу что картинка увеличивается очень качественно смотрите тот вариант когда например с видеорегистратора с приложения как нужно зафиксировали картинку например на дальнобойный объектив и так и оставили и в общем то все запись на видеорегистратор идет сейчас именно вот с таким зумом какой который вы настроили со смартфона и это всего лишь зум 2 и 4 смотрим дальше кстати это все плавно можно делать сейчас получается я резко можно плавно вести мне просто неудобно смотрите номера фиксируются легко блин супер ну класс вот реально смотришь что вы обновили оказывается обновляется реально обновляется и она фокусируется сейчас вроде бы так фон размытый фокусировав как где-то на столбе но когда машина подъехала она сфокусировалась на номерах блин супер с высокого этажа настроил ты понятно выше будет камера стоять захват у нее будет больше но есть ложные тревоги видите а кстати не ложные ё-моё человек прошел здесь она получается берет его видно видать широкоугольного объектива ну нужно разбираться у меня подозрение что широкоугольного объектива вот голова пошла и она мне прислала уведомление по человеку вот смотрите номера номера где-то наверное с метров в час двадцати отлично и у нас еще есть это четырехкратный зум а в общем восьмикратный можно использовать открывается вот удобно картинка в картинке с широкоугольного объектива вы можете просматривать онлайн ситуацию с перекрытием получается работает опять человек пошел вон видно на широкоугольном объективе приходит уведомление по человеку то есть широкоугольного она фиксирует а с этого я точно не скажу вот это вот действие приближение увеличение такое вот переключение между объективами давайте по максимуму потеря качества есть это не варифок не варифокальный объектив паки потеря качества есть в любом случае но отслеживать автомобиль или какой-то объект удаленно выставить включить чтобы запись шла классно на видеорегистраторе ну а управлять понятно этим делом ты будешь со смартфона надо изменить зум зашел изменил но вот так картинка вообще супер блин кому нравится ставьте лайки пишите комментарии реально камера которая ну вот нравится смотришь и нравится есть камеры которые просто бесят есть камеры которые нравятся вот пока эта камера очень нравится звук в онлайне также есть звук отличный шум ветра вот отлично без всяких помех отлично нормально ну и также ты можешь говорить в камеру если нужно я эти моменты упускаю уже как она вроде бы знаете за ненадобностью можешь говорить в камеру можешь где она здесь вот микрофон вызываешь говоришь на нажимаешь говоришь давайте может что-то скажу раз два три 4 5 отлично отлично слышь там слышно ну очень классно и можно включать сирену по движению человека активация есть выбираешь или сирена или свою запись делаешь фразу там три секунды или пять добро пожаловать или идите лесом определяя подошел человек она его определила и включает вашу запись в динамике в мощном динамике это тоже помощь за день камера показала себя только с хорошей стороны стабильность работы стабильность работы приложения вообще вопросов за день никаких нету никаких отвалов все отлично картинка радует ночная картинка также вы видите в полном ажуре все отлично понятно что ночью уже определение человека не на том расстоянии будет работать но это не только в этой камере это касается камер любого ценового диапазона ночные ночная картинка тяжелые условия уже работа будет не то соответственно различимость детализация на большем расстоянии не то движущиеся предметы будут плыть так как камера из дешевых это в общем то картинка неплохая если направить куда-то и там если еще плюс еще и освещенный участок будет то будет картинка на должном уровне если далеко будет не освещенный участок то картинка конечно будет уже не такая потому что свека светодиоды здесь не дальнобойные стоят и в том месте на дальнем так сказать объекте куда сможет к зум дотянуться не освещенные объект будет расплывчатый три ночных режима сейчас вот видите дождь прошел все мокрое все темное вызываю ночные режимы или же на лампочку или же light alarm двойной стоит черно-белый в черно-белом постоянно будет двойной именно сейчас у меня работает по человеку можно ставить по всему движению проехала в автомобиль зажглись в светодиоды перешла в цвет у меня сейчас чисто по человеку человек идет камера переходит в цветное изображение и задействует light светодиоды если поставить постоянно цветной то будет именно без любого движения переходит камера в цвет и включает белые светодиоды вот видно кстати прилично мощные освещает на большое расстояние учитываем что это все мокрое сейчас и вы видите желтый оттенок светодиодов и это очень хорошо что они именно желтым оттенком не бело-синие а вот бело-желтые очень классно в туман или же когда вокруг все мокрое и черное вот так в цветном режиме камера может работать ночью и до самого утра вышло солнышко камера выключила светодиоды автоматически и работает в цвете дальше при наступлении темноты опять же активируется и вот так будет работать я вам скажу что матрица довольно таки светочувствительная хоть и бюджетная почему я определил отсутствуют явные шумы явных шумов нету на картинке и вон объект который освещен фонарем издалека он нормально различим дальний объект нормально различим если использовать зумирование давайте пока автомобиль не подъехал ну понятно что чудеса ожидать не стоит ну и надо было конечно поднять камеру выше чудес ожидать не стоит при зумировании ну должна быть хорошая освещенность кому мало картинку можно засветлить стояла по умолчанию 50 яркость поставил 73 смотрите какая картинка стала светлая кстати это можно делать видеорегистратора потому что видеорегистратор полностью совместим с камерой осветлили картинку уже было более светлая также это можно делать веб-интерфейса камеры как я вам уже говорил на компьютере программы cms можно делать удаленно автоматически осветляется картинка и на приложении по итогу камеру могу вам посоветовать именно тот беспроблемный вариант и адекватно нормально работающий ее можно использовать одиночная кэпи камера не обязательно вот видите показываю вам с видеорегистратора из-за того что просто мне удобно вам это показывать удобнее чем со смартфона а пользоваться вы можете полностью со смартфона заходишь смотришь sd-карту за день все записи прогружаются выбираешь какие или тревога или постоянные сюжеты кликаешь закачиваешь на смартфон делишься выгружаешь куда хочешь или в онлайне смотришь все что хочешь такая себе мини система видеонаблюдения камера и смартфон или же подключил к видеорегистратору и все сохраняешь на жесткий диск видеорегистратора если не хочешь сохранять на карту памяти камера может работать без карты памяти карта памяти это хранилище ну и про облака не забывайте кому нужно можно сохранять на облако то есть в случае увели камеру или что-то случилось с картой памяти дублируется запись на облачном сервере на сегодня все подписывайтесь на канал подписывайтесь на telegram канал заходите в telegram чат по видеонаблюдению общественное общение все общаются все участники подсказывают друг другу помогают также если вам нужно подобрать оборудование по видеонаблюдению на алиэкспресс пишите мне на почту или в telegram зайду к вам в личку будем общаться подберу дам ссылки вам останется только заказать на сегодня все всем удачи и до следующих видео